Начинаем после матчевого флеш-интервью по итогам матча МФЛ между командами Химки Ю-19 и Мастер Сатурн. Нападающий футбольного клуба Мастер Сатурн Семен Емелин. Семен, расскажи, насколько сильно удаление спутало карты, план на игру и какой изначально был план от вашего главного тренера? Удаление, конечно, очень сильно повлияло на игру. Сначала мы пропустили гол после ошибки, потом удаление. И как в совокупности мы просто уже сели в оборону, у ребят опустились в глаза. План на игру был давить, прессинговать, играть первым номером. Но, конечно, когда до 10 минуты получаешь гол и удаление, играть становится уже тяжелее. В предыдущем матче ваша команда одержала победу над Химками. Ожидали ли вы, что у химчан будет какое-то реваншинское настроение и они попытаются добыть победу? Ну, конечно. Мы понимали, что они будут настраиваться на этот матч. Готовились, разбирали соперника. Но, опять же, из-за неудачного начала все пошло совершенно по другому плану. Но Химки молодцы. Хорошо, противодействовали. Ничего не могу сказать больше. Спасибо и желаем удачи. Продолжаем после матча флеш-интервью по итогам матча молодежной футбольной лиги между командами Химки и 19. Мастер Сатурн, нападающий в футбольного клуба Химки Александр Мухин, прокомментирует итог встречи. И, Саш, ты сегодня сделал дубль. Поздравляем тебя с двумя забитыми мячами. Какие эмоции испытываешь после игры? Сегодня был разгром. Я так полагаю, реванш по сравнению с предыдущей игрой. Спасибо большое. Получилось забить два мяча благодаря команде. Команда реализовала, я завершил. Очень хотели взять реванш за прошлый матч, потому что считаю, что в прошлый раз проиграли несправедливо. Получили удаление. Не получилось там навязать свою игру. Здесь сегодня реабилитировали, забили четыре мяча. Выжимали из каждого момента по максимуму. Делали все, что сказали тренера. Начали очень активно. Задача была в первые 10-15 минут запрессинговать соперника и постараться забить гол. Очень понравилась игра команды. Все парни молодцы. Всем спасибо. Рад. Вопрос, который следует из наблюдения по игре. Ты мог оформить сегодня хит-трик, но в пенальти пошел бить Валерий Асланов. Кто у вас штатный пенальтист в команде? Хотел забить, но правильно сделал, что Валера забрал мяч. Ему тренер сказал бить. Пенальти. Он его и пробил. Немножко считаю, что неправильно. Тоже пошел забирать пенальти. Ну, бывает. И вот хотелось в конце интервью сказать. Хочу поздравить свою маму с днем рождения сегодня. У нее сегодня день рождения. Хочу ей сказать за все спасибо. За то, что она меня родила. Что помогает, меня поддерживает в каждой ситуации. Поздравляем, Саша, с победой и поздравляем твою маму с днем рождения. Спасибо. Начинаем после матча у пресс-конференции по итогу матча молодежной футбольной лиги между командами «Химкию-19» и «Мастер Сатурн». Главный тренер футбольного клуба «Мастер Сатурн» Василий Сергеевич Рожнов. Василий Сергеевич, был очень непростой матч для команды. И не буду мучить вопросами про то, что сломался план на игру. Задам вопрос такой, какие слова подобрали ли ребят в раздевалке, чтобы они не раскисли и после 3-0 в перерыве вышли на второй тайм с высоко поднятой головой. Да нормальные футбольные наши слова. Я говорю, не узнал, что ребята на таком техническом браке, тут даже не тактика, а именно технический брак, мы на таком браке ни на одну игру, наверное, не провели. Все из-за технического брака, все моменты, которые, голы, которые мы создали в свои ворота, все только техника. Были ли какие-то претензии к игроку, который столь эмоционально повел себя в начале первого тайма и заработал удаление? Я считаю, мы посмотрим этот момент, найдем его. Я спросил у игрока, у него не было никакой отмашки. Сейчас разговаривал с ним, у него не было отмашки никакой. Игроку, и мне интересно, что боковой судья подсказывает главного и его удаляет. Там не было прямого удара в лицо, вот и все. Насколько я знаю, по словам игрока, то, что сейчас я с ним поговорил, но это ломается вся игра, когда на второй минуте удаляет уже все это понятно. Но это опять мы не ищем оправданий, просто как есть, так есть. Не буду мучить вопросами, спасибо и желаю удачи. Спасибо, спасибо. Продолжаем после матча пресс-конференцию по итогам матча молодежной футбольной лиги между командами Химки Ю-19 и Мастер Сатурн. Главный тренер команды Химки Ю-19 Назим Гаджабабаевич Сулейманов. Назим Гаджабабаевич, поздравляем с победой. Такой вопрос, как настраивали команду на эту игру? В предыдущем матче в первом круге было обидное поражение, довольно досадное. Был ли какой-то особый настрой, какие-то особые слова для ребят в раздевалке? Спасибо за поздравления. Я думаю, что особо такого у нас сказать, чтобы настрой был против соперника. Я думаю, что мы каждой игре должны так готовиться и готовимся. Должны готовиться и готовимся. Поэтому игра сложилась в первом тайме очень легко. Я думаю, поэтому ребята правильно играли. Поэтому мы быстро забили, не только один, и вели в шоте. И потом удаление, и в меньшинстве играла соперник. Ну, команда, я думаю, в целом задача выполнена. Но несмотря на то, что победа – это хорошо, а самая главная наша задача – расти молодых футболистов, чтобы они на футбольном поле играли правильно. Несмотря на то, что мы выиграли 4-0. Были такие эпизоды, в которых мы ошибались. Поэтому у нас много есть над чем работать. Поэтому победа всегда хорошая. Но мы будем есть над чем работать. Спасибо, поздравляем еще раз с победой. Спасибо.